Мы долго ждали героя, который придет к нам на помощь. И вот он здесь. Тема ролика, ключевое слово din, динамик, в языке Rust. Рассмотрим сразу же на примере, где будет полезно ключевое слово din. У нас есть tradeAnimal. Функция noise возвращает строку. Три структуры ship, dock и cat. Для каждой из них мы имплементировали tradeAnimal. И функции noise для овцы возвращаем строку bar. Для собаки возвращаем woof. И для кота возвращаем din. И теперь предположим, что у нас есть функция, в которой в зависимости от значения параметра мы хотим возвращать экземпляр того или иного типа. Но мы не можем этого делать, используя ключевое слово impel. По той причине, что компилятору Rust нужно знать, сколько места занимает результат каждой функции. Это означает, что все функции имеют конкретный тип результата. И в отличие от других языков программирования, если у нас есть типаж animal, то мы не можем написать функцию, которая вернет animal. По той причине, что разные реализации, которые мы возвращаем из нашей функции, могут занимать разное количество памяти. И отлично, что есть герой, которого мы так долго ждали, и который поможет нам вместо непосредственного возврата типажа из функции возвращать бокс, который содержит некую реализацию animal. Теперь давайте исправим нашу функцию random, указав, что значение, которое мы возвращаем, будет иметь тип бокс. Ключевое слово din говорит о том, что экземпляр, который будет упакован в коробку, обязательно должен реализовывать trade animal. И в зависимости от значения параметра, мы возвращаем разные экземпляры, упаковывая их в коробку. Бокс – это просто ссылка на какую-то память в куче. И так как размер ссылки известен статически, компилятор может гарантировать, что ссылка указывает на аллоцированную в куче реализацию. Мы можем вернуть типаж из нашей функции. Rust пытается быть предельно явным, когда он выделяет память в куче. Так как если наша функция возвращает указатель на типаж, то мы должны явно дописать к возвращаемому типу ключевое слово din, в нашем случае box din animal. И теперь давайте немного пошумим и создадим животных. В функции main создаем рандомное число, передаем в функцию random animal и получаем экземпляр типа box din animal. Без каких-либо дополнительных операций мы обращаемся к animal, вызывая функцию noise. Давайте напишем cargo run и увидим на экране, что your random animal say din. Также din можно использовать в векторах. Создадим сразу три животных. Создаем вектор, в котором указываем, он хранит несколько, множество боксов, где в боксы упакован экземпляр, реализующий trade animal. Теперь в вектор мы запихиваем коробки, внутри которых находятся объекты, реализующие animal. И уже внутри цикла for пробегаем по всем животным внутри нашего вектора и увидим на экране БА, ВУ, ДИН. Мы обсудили ключевое слово ДИН в языке РАСТ. С вами был Никита. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok